Колокольный звон Это не музыка, его нельзя называть музыкой И, в общем-то, это справедливо с той точки зрения, что он стоит особняком Что, во-первых, это прежде всего богослужение, это часть богослужения И колокол это прежде всего освященный богослужебный предмет, а потом уже источник звуков Но по прошествии 20 лет могу засвидетельствовать следующее Что процесс обучения колокольному звону Понятия, которые мы применяем к колокольному звону Они абсолютно аналогичны понятиям, применяемым при обучении на любом музыкальном инструменте Будь это фортепиано, скрипка, клавесин, любой духовой инструмент Это может казаться парадоксальным, но я думаю, что в процессе наших с вами бесед Мы постепенно будем приходить к этому пониманию Очень многие вещи, действительно, когда кажущиеся вроде бы невероятными Они оказываются очень близкими между собой Поэтому мы будем пользоваться некоторыми понятиями музыкальными Будем, если нужно, вводить эти понятия И будем говорить о музыке Отличие любого колокольного набора от любого европейского музыкального инструмента Прежде всего в том, что колокольный набор православной церкви Он не содержит в себе темперированный звукоряд Колокола подбираются по благозвучию То есть они должны хорошо между собой сочетаться Других правил нет, и понятия достаточно условные Да, мы можем где-то по основным тонам выбрать колокола Чтобы была кварта, квинта, чтобы октава где-то Можно использовать эти понятия Но важно понимать, что каждый из колоколов дает широкий спектр звучания И благозвучие у нас создается не только между основными тонами Но и между абертонами То есть между гармониками, которые создают колокола И когда звонарь совершает звон То звучат не только основные тона У нас звучат абертоны У нас получается достаточно обширное музыкальное пространство Которое можно сделать из любых колоколов Как благозвучным, так и неблагозвучным Колокола могут между собой не очень подходить по основному тону Но при этом по абертонам Они могут создавать очень красивую картину звучания И наоборот У нас может быть идеально подобранный колокольный набор Но если звонарь не слышит колоколов И со всей силы старается Мы с вами достаточно хорошо знаем этот результат Я думаю, что многие слышали Поэтому очень важно эти вещи иметь в виду И, конечно, учитывать в процессе обучения колокольному звону Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...